Вот мы и дождались его возвращения, бразильский ветеран снова в деле против главного претендента Иржи Прохаско. И опять же, на первый взгляд можно сказать, что для Чеха это легкий вариант заполучить пояс, но так было во всех предыдущих боях Гловера, а как мы знаем, он нас удивлял и не раз. Всем привет бойцы, с вами канал Белрус Тойма Мэй и в этом видео мы разберем поединок Гловера Тейширы и Иржи Прохаски и выясним, кто же из октагона выйдет победителем, но перед началом этого ролика не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Ну а мы погнали. UFC 274 пополняется бразильскими чемпионами. На этом турнире выступит Чарльз Оливьера, который будет защищать титул в бою против Джастина Гэйджи. А теперь стало известно, что на этом же турнире выступит еще один бразильский чемпион в бою против Иржи Прохаски. Как мы уже знаем, Тейшире 42 года и он уже не молодеет, но при этом в каждом бою он показывает лучшую версию себя. И то, что сказал Хабиб, бразильц опроверг, придушив уже бывшего чемпа Яна Блаховича. Но сможет ли он продолжать побеждать таким образом? Все-таки ему уже 42. Тем более против него выходит жесткий молодой претендент в лице Иржи Прохаски. Его стиль всегда нравится фанатам и бой с Гловером, я думаю, исключением не станет. Иржи покажет Тейшире, что такое настоящая заруба. Прохаска готов сам отлететь в нокаут, но при этом он покажет фанатам зрелище. У каждого из бойцов есть свои определенные плюсы и минусы, которыми они могут воспользоваться. Бразилица может попытаться перевести Иржи, в то время как Прохаска также вполне может доставить проблем Гловеру на верхнем этаже. Но кто же сможет воспользоваться всеми этими плюсами? Давайте поскорей об этом узнаем. Иржи Прохаска Это новый Тони Фергюсон в полтяжелом весе. Его стиль построен на постоянном прессинге. Он старается как можно быстрее зажать своего оппонента возле клетки. И уже оттуда он начинает включать Эль Кукуя. В каждый свой удар он вкладывает максимальную свою силу. Это было видно по лицам его соперников. Уже после первого раунда они шли в свой угол с окровавленным лицом. Он старается бить все, что только можно, чтобы доставить максимальный дискомфорт своему визави. Его локти это отдельное искусство. Он, можно сказать, улучшил игру Тони. Тот локтями делал из лица оппонентов окровавленный отпечаток. А чек же не щадит их. Он берет и вырубает с локтей. Тони явно может позавидовать такому проспекту. Тейширо не является крутым боксером в своем весе. Это нам показал каждый его бой. На руках в каждом поединке он неплохо так огребал. Пропускал удар за ударом. И всегда побеждал, используя свои навыки на земле. Так что перебить его труда не составит. Это может сделать абсолютно каждый в полтяжелом весе. В это я верю. Также у Гловера не особо развит держак. И если в него прям жестко зарядить. То вероятность 90% он упадет в глухой нокаут. А если же слишком сильно расслабиться. То тогда Бролис начнет потихоньку забирать инициативу в свои руки. О да, я про бой Смит и Широ. В первом раунде Энтони разбирал Гловера по частям. Но остальные 15 минут выдались для Американца страдальными. Как фаворита я выберу конечно же про Хаску. Если он грамотно подойдет к этому поединку. То тогда он вполне способен вырубить чемпиона. А вот здесь кардинально все наоборот. Гловер Тейширо практически в каждом бою удивляет своих оппонентов. Перевод вниз и ты уже до конца раунда не встанешь. А в случае с про Хаской. То у чемпа есть все шаты засовмитить свою визави уже в первом раунде. Так как Чех вряд ли будет беспокоиться о защите. Для бразильца это его главное оружие. С помощью которого он сможет одержать победу. Вы все прекрасно знаете. То что у Гловера в стойке нет ни единого шанса. А вот перевести и придушить. Он на это вполне способен. Так что я считаю. Он немного поработает в стойке. Пропустит пару тяжелых попаданий. А затем переведет уставшего претендента на нижний этаж. И заставить его постучать. Иржи не имеет определенной базы на земле. Конкуренцию бразильцу он 100% не составит. Ему нужно держать с ним дистанцию. И ни в коем случае не подпускать его ближе. А не то перевод обеспечен. Если Прохаска будет грамотно проводить свой поединок. То он способен стать новым чемпионом. Но если же мы увидим Прохаску. Который прет несмотря ни на что. То ничего хорошего с ним не случится. Иржи скорее всего рано или поздно. Но окажется на земле. Что делать ему дальше? Он вполне способен вспомнить своего клона. Закрыть гард и разбивать лоб Гловера. Чтобы судья позвал врача в октагон. Других вариантов у него нет. Безоговорчным фаворитом. Здесь будет считаться бразилец. Который реально может достать проблем претенденту в этой дисциплине. Выносливость Чеха может его сильно подвести в этом бою. Если он не отправит на каучембо в пределах двух раундов. То тогда я в этом убежден. Он включит режим опускания рук. Он продолжит на него идти. Но при этом сам он бить не будет. Но пропускать он будет уйма количества ударов. За всю свою карьеру в ММА. Чех так и не доходил до чемпионских раундов. Все это мы узнаем в будущем. То есть в Бразилии 7 мая. А пока можно только догадываться. Пройдет он дистанцию или нет. В принципе если он попрет на Тейширу в самом начале и будет неплохо попадать. То вероятен исход что чемп рухнет без сознания. Так как тоннаж ударов за последние поединки очень велик. Но если же бразилец выдержит его у бомбы. То тогда начнется его стихия. Гломер уже ветеран своего дела. Который прошел немало 5 раундовых боев против великих бойцов. И пока Чех с ними не сравнится. У Тейширы хватит опыта и выносливости. Чтобы заплыть в глубокие воды. И нанести максимальный ущерб своему изави. И даже возраст ему никак не мешает драться на высоком уровне. Он в 5 раунде смотрится лучше чем топовые молодые проспекты. Так что не слушайте тех людей которые говорят. Что возраст может влиять на кардио. Нет в случае с бразильцем данная теория не работает. Без оговорки фаворит выносливости является чемп Гловер Тейшира. И я думаю вы понимаете почему. В плане духа фаворита здесь будет выбрать не просто. Но я почему-то верю больше в Чеха. Так как он только пришел в главный промоушен. И у него одна цель. Это пояс UFC. Но Гловеру уже 42. И остаются считанные месяцы до того как он завершит карьеру. Пока на данном этапе карьеры я поверю больше в ветерана. Он должен без проблем на классе превосходить претендента. Про Хаско боец не особо элитного уровня. Чтобы хоть как-то беспокоиться. Нет просто вытерпеть натиск в начальных раундах. А затем переводить на носил октагона. И уже там с ним разбираться. Дальше либо жесткое избиение и победа Ти Кио. Либо сабом на выбор Гловера. На данном этапе карьеры я не уверен. То что Про Хаско сможет стать чемпионом. Я думаю дело будет так. Бразильц одолеет Иржи. Затем проведет еще одну защиту титула. И уже окончательно повесит перчатки на гвоздь. Так как ему уже 42 года. И он добился всего чего хотел. Гловер опроверг слова Хабиба. Мол чем боец старше. Чем меньше у него шансов победить. Он стал наконец чемпионом. И несколько раз его защитит. Это идеальная стратегия для ветерана. Никто не верил в Тейширу. В самом начале его победной серии. А он взял и удивил всех. Засовмитив чемпиона уже в первом раунде. Про Хаско по моему мнению может стать чемпионом. Но пока это не его время. Но скоро оно наступит. А как вы считаете кто победит в этом бою? Ваше мнение я хочу увидеть в комментариях. Ну а с вами был канал Белла Рустой Мамэй. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не спешите выключать видео. Я бы вам хотел посоветовать подписаться на мой инстаграм. Там вы можете мне задать абсолютно любой вопрос. А также в сторисе вы можете найти что-то интересное. То же самое я скажу и про свою страничку в ВК. Там вы также со мной сможете связаться. Если я не отвечаю в инсте. В общем все ссылки находятся в описании. Субтитры сделал DimaTorzok